Что это не самохвальство видно из следующего. Когда мы говорим неверным о жизни пустынников, они не могут сказать ничего против нее, а думают найти опору для возражений малочисленности, провождающих такую жизнь. Но если мы насадили этот плод в городах, если бы благочинение стало законным и началным, если бы мы детей своих прежде всего другого наставляли быть друзьями Божиими и учили вместо всех и прежде всех прочих наук духовным, то прекратились бы все скорби, настоящая жизнь избавилась бы от бесчисленных зол. И то, что говорится о будущей жизни, то есть печаль и воздыхание удаляться, все мы имели бы и здесь, если бы не было в нас пристрастия ни к деньгам, ни к пустой славе, если бы мы не боялись ни смерти, ни бедности, скорби считали ни злом, ни величайшим благом, не знали ни вражды, ни ненависти, то не страдали бы ни от своих, ни от чужих горестей. Но род человеческий приближался бы к самим ангелам. Но скажет кто-нибудь, кто из людей достиг такого совершенства? Ты, конечно, не поверишь этому, проживая в городах и не читая божественных книг, но если ты узнал в живущих в пустынях и древних, упоминаемых в духовных книгах, то убедился бы, что и монахи, и прежде них апостолы, и прежде этих ветхозаветней праведники со всей верностью отличались таким любомудрым. Впрочем, чтобы нам не спорить с тобой, положим, что твой сын будет на две или на три степени ниже их, но и в таком случае он получит немало благ. Он не сравняется с Петром и Павлом и даже не будет близко к ним. Но неужели поэтому лишим его и низшей сравнителя с ними чести? Так рассуждая, ты сделал бы то же, как если бы сказал. Если он не может быть драгоценным камнем, то пусть остается железом, но не будет ни серебром, ни золотом. Почему же ты не рассуждаешь так и во внешних делах, но совсем напротив? Посылая сына учиться красноречию, ты, хотя и надеешься непременно увидеть его на высоте совершенства, однако поэтому не отвлекаешь его от этого занятия, делаешь все с своей стороны, считая удовлетворительным, если сыну твоему по успехам в красноречии удастся быть пятым или десятым от первых. Определяя сыновей на службу царю, вы не ожидаете, что они непременно достигнут степени военачальников, однако не приказывайте им снять с себя воинскую одежду и не приближаться даже к порогу дворца, но употребляйте все средства, чтобы они не были устранены от пребывания там, считая достаточным видеть их, хотя в числе средних. Почему же вы там, если нельзя получить большего, стараетесь и заботитесь о меньшем, хотя надежда на это также сомнительна, а здесь не родите, уклоняйтесь, потому что тех благ вы сильно желаете, а этих немало, а после, стыдясь признаться в этом, придумывайте отговорки и предлоги. Между тем, если бы вы истинно желали этих благ, вас ничто не отклонило бы от них, а это действительно так, кто подлинно любит что-нибудь тот, если не может достигнуть всего или самого высшего, постарается по крайней мере достигнуть среднего и даже в тысячу раз низшего, так пристрастный к вину и напиткам, если не может получить вина сладкого и ароматного, не откажется никогда и от самого дурного, и красотолюбивый хотя бы кто дал ему, не драгоценные камни и не золото, но серебро будет весьма благодарен. Такова страсть. Это некое насилие, способное принудить всякого держимого ею терпеть и переносить все для чего бы то ни было. Посему, если бы ваши слова не были только предлогом, то вы должны бы содействовать нам, потому что желающему осуществления чего-нибудь свойственно не препятствовать этому осуществлению, но всячески содействовать ему. Так и выходящие на Олимпийские игры, хотя знают, что из множества соперников только одному достанется награда за победу, однако же вступают в борьбу и подвизаются. Между тем, нет никакого сравнения между здешним и тамощем. Не только по цели подвигов, но и потому, что там увенчанным уходит непременно только один. А здесь преимущество и унижение не в том, что один уходит не увенчанным, а другой увенчанным, но в том, что один получает более блистательную похвалу, другой менее. Однако все получают. Вообще, если бы мы захотели сначала настроить детей и передать желающим воспитать их, то не было бы невероятным, что они станут в первом ряду воинства. Потому что Бог не презрел бы такого усердия и ревности, но простер бы свою руку и приложил бы ее к этим живым изваяниям. А когда действует рука его, тогда невозможно безуспешность в чем бы то ни было. Или вернее невозможно не дойти до самой высшей степени блеска и славы, только бы при этом было и должное с нашей стороны. Если и жены были в состоянии умолить Бога, чтобы Он помог им в воспитании детей, тем более мы могли бы сделать, если бы захотели. Чтобы не длинять слово, я умолчу о прежних женах, хотя и мог бы сказать о многих. Продолжение следует.